здравствуйте дорогие друзья сегодняшний выпуск у нас посвящен продукции компания и аудио или его аудио как у нас говорят моделька называется s203 это компактная активная акустическая система от этого производителя давайте рассмотрим что есть коробки мы видим мануал подробный на английском языке мы видим плакате который показывает как пользоваться регулятором уровня к этому мы еще вернемся под крышкой находятся компоненты это блок питания внешне очевидно для блока питания кабель соединяющий активную пассивную колонки и сигнальный кабель под этим находится собственно мониторы они маленькие друзья мониторы и аудио вот такие вот они базируются на трех дюймовом всего динамики ленточном twitter мт на этом мы с вами рассмотрим несколько позже а пока давайте перейдем к рассмотрению параметров заявленных на сайте производителя веб-сайт и в аудио произвел невероятно хорошее впечатление исчерпывающая информация по их колонкам вот мы находимся на странице посвященная этим мониторчиком 203 так называемым мы видим здесь все доподлинно рассказано о использованных динамиках технические какие-то нюансы построения акустической системы вот twitter хмт справа мы видим документацию выложена полностью и мануалы quick start и спейки и даже компонизм начат то есть предлагается сравнить эти мониторы со многими другими со всеми видимо которые выпускают его аудио мы можем увидеть сравнение прогресса всей всю линейку что невероятно приятно между прочим для человека первый раз посетившего этот веб-сайт итак рассмотрим подробнее басовый динамик использован трехдюймовый система представляет собой мастер-слейв то есть одна колонка является активной другая пассивной использованы 30 ваттные усилители с биампингом то есть 30 ватт на низкочастотный динамик 30 ватт на выскочастотный динамик имеются входы аналоговая цифровой оптический то слинк и юсби использован микро а мт twitter air motion трансформер это технология используемая и другими производителями акустических систем и здесь она тоже представлена заявлено что площадь twitter излучателя составляет всего 400 миллиметров квадратных что вдвое меньше чем у следующей модели и в аудио то есть небольшая но при этом гарантируется высокие частоты невероятной частоты использована dsp то есть digital сигнал процессинг dsp поддерживает разрешение 192 килогерца 24 бита и установлен там аналога цифровой преобразователь cirrus лоджер акустическое оформление примененное в этих мониторах это пассивный радиатор это очень редко используемое акустическое оформление которое достаточно сложно в реализации тем более приятно увидеть это в таких маленьких мониторов также внизу этой страницы представлены графики характеризующие работу этой системы и параметры параметры и графики мы рассмотрим на специальные вкладки отдельно в документе вот в этом они перечислены из параметров что мы видим размеры колоночек вы видите с 16 на 190 на 134 миллиметра частотный диапазон заявлены 62 герца 21 килогерц twitter мт микро мт мид буфер 75 миллиметров или 3 дюйма частота разделала кроссовера 4 800 герц максимальный cpl 94 децибела количество усилителей 4 но имеется ввиду биомпинг на каждый динамик свой усилитель все они по 30 ватт защита лимитра то есть ограничение максимального уровня выходного сигнала в избежание выхода динамиков из строя использовательских установок мы видим регулятор уровня от полного затухания до плюс 6 децибел выскочастотный фильтр более 3 килогерц с параметрами плюс 5 минус 5 плюс 3 децибела низкочастотный регулятор минус 5 плюс 3 децибела ниже 300 герц световая индикация селектор вход до в аналог оптика и usb переключатель входного уровня на deep свечи плюс 8 дебею плюс 22 дебею deep switch на стендбай и фильтр высоких частот 80 герц high-pass фильтр которая переводит мониторчики в режим сателлитов при использовании звание с сабвуферами какие подключения здесь есть правый левый входы rca то есть аналоговая с входным сопротивлением 10 килогерц цифровой оптический с разрешением 24 биты 96 килогерц то слинг usb вход тоже 24 биты 96 килогерц и сабвуфер выход на сабвуфер rca потребление электроэнергии в режиме стендбай меньше 1 ватта полная нагрузка 110 вольт ампер вес активной колонки 19 килограмм пассивной колонки 17 килограмм вес подставочек 860 грамм далее мы видим frequency response то есть амплитудно-частотную характеристику этих свитеров честно сказать она больше похоже на идеальную ну понятно что она сглаженная и выглядит невероятно линейный написано что она снята в свободном поле красная 0 градусов зеленого 30 градусов по горизонтали также представлен график и диаграммы направленности polar pattern тоже выглядит невероятно классно то есть на 5 килогерц их вы видите вот этот вот желтый сектор также представлены искажения с одного метра в свободном пространстве оранжевая это вторая гармоника и зеленая 3 гармоника красным показано при этом частотный диапазон который мы увидели выше физические параметры колоночек выглядит примерно так глубина 134 миллиметра высота 190 миллиметров и ширина по фронту 116 миллиметров то есть маленькие совсем рассмотрим живем колоночку рассказ об этих колонках начнем с учения пассивной колонки вы видите она стоит на такую подставочку оранжевого цвета которая позволяет придавать наклон установки при максимальном угле подъема наклона подставочка крепится таким образом для того чтобы сделать нейтральный угол наклона можно поставить таким образом без подставочки мы видим имеется угол наклона вдвое меньше чем с подставочкой что позволяет нам с вами пользователю спозиционировать эти колонки так как нам удобно я бы предположил что при установке на рабочем столе там есть паз который фиксирует эту колоночку вот как это все выглядит колонки есть ножки с этим с этой накладкой мы получаем больший угол и лучше диаграмма направленности то есть естественно рекомендует его аудио использовать эти накладки для направленности для соблюдения оптимальной направленности колонки итак на пассивной колонки мы с вами видим два динамика низкочастотный выскочастотный с влоноводом на задней панели мы видим пассивный излучатель и разъем для подключения к активной колонке четырехконтактной то есть на каждый динамичек идет соответственно два пара проводов также мы видим надпись что финальное тестирование и сборка произведена в германии это немецкие колонки друзья мои что на наше наше время редкость также мы видим крепление для настенного крепления или крепления для микрофонные стойки этих колонок в качестве мониторов перейдем к осмотрению активной колонки кинная колонка также жарятся таким ковриком и имеет ножки для установки на оптимальный угол на с оптимальным углом наклона на слушателя на фронтальной панели мы видим тоже выскочастотный динамик с влоноводом низкочастотный 3 дюймовый динамик и регулятор многофункциональный регулятор которого которым осуществляется и выбор входного сигнала и фильтры переключаться и баланс и собственно уровень сигнала выбор параметра для управления осуществляется нажатием на этот регулятор на задней стороне колонки мы видим пассивный радиатор как и в пассивной колонке крепление для установки на стойку пара входных клемм RCA правый левый выходный сабвуфер также RCA подключение QSB и оптический вход TASLINK также мы видим разъем четырехконтактный для подключения пассивной колонки и источника питания 24 вольта 2,5 ампера также мы видим дип-переключатели которые управляют 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 режим включением режима standby фильтрами сателлитом и максимального входного уровня сигнала также написано что это германия берлин колонки достаточно увесистая ну в любом случае не будет уверен на столе с помощью этой подставочки не фиксируется она не позволяет им скользить на столе смотрится очень хорошо и занимают совсем немного места аудиофильское любопытство заставляет меня измерить кривые импедансы этой системы потому что остальные параметры и в аудио указали на своем сайте и в перечне документов прилагаемых колонки а вот кривую импедансы которая характеризует работу резонатора то есть собственно пассивного диффузора чем эта колоночка интересна собственно нам с вами людям заинтересованным в аудио подробностях так вот кривых импеданса производитель не указал а мы хотим посмотреть для этого я подключил вход пассивной колоночки басового динамика в частности к звуковой карты через коробочку возможно известную нашим слушателям нашего канала и к программе которая позволяет измерить кривую импеданса что я сейчас и делаю возможно вы слышали характерный звук дважды и вот мы увидели кривульку которая собственно нам показывает что во первых резонатор здесь есть это не закрытый ящик а во вторых что он настроен на частоту примерно 55 герц учитывая что колонки позиционируется от 60 герц я полностью уверен что эти параметры наверняка соблюдаются я не буду снимать а чеха потому что в наших условиях это в низкочастотной области делать невозможно в смысле в условиях моего офиса но мы верим безусловно данным предоставленным производителем здесь такая очень приличный нам сектор низких частот то есть колоночки должны басить очень даже по-взрослому и это кривая еще раз говорить о том что такое пассивный диффлор друзья он работает также он работает возбуждаясь от основного динамика и увеличивает площадь излучения в частности если я зажму рукой надавлю на него и измерю кривую импеданса вновь она должна быть искажена вот вы видите ее нету нету тех двух горбов то есть сейчас система работает как закрытый ящик что нам с вами конечно не интересно закрытый ящик с резонансом на 100 герц это вообще не серьезно это и к тому что есть любители затыкать порты фазоинверторов как-то блокировать работу пассивных диффузоров других кустических системах своих обзорах я еще не показывал этого эффекта а на этой маленькой колоночки изящной это очень легко сделать вот я вам это показываю вот пожалуйста два графика один нормально работающие работающих им и 2 искаженной моим вмешательством вот он нехорошие некрасиво конечно он полностью нарушает работу этой системы но уже для полноты картину мы можем померить кривую импеданса литра может простите меня за самодельные коннекторы которые есть здесь городил для того чтобы к нему подключиться ну давайте поприоритируем twitter здесь мт то есть air motion transformer я так понимаю на спина хейла у него ровный импеданс поэтому собственно импеданс будет представлять собой палку как говорят аудиолюбители точнее прямую на каком-то уровне которую заявил производителя точнее 7 ом так оно и есть мы с вами видим креульку 7 ом это и есть кривая импеданса twitter кстати это заодно говорит о том что его очень легко согласовать для работы с усилителем с любым выходным сопротивлением даже с лампами трансформаторными без трансформаторами выходными каскадами но это касательно твиттера мы же рассматриваем здесь акустическую систему целиком нам она интересна как именно пара акустических систем для этого их придется соединить вот этот кавель который идет в комплекте лифт легким движением руки подключаем к пассивной колонке и тоже легким изящным движением руки соединяем его с активной колонкой далее надо на них очевидно подать сигнал сейчас расставлю по-другому и вернемся к обзору вот перед вами колоночка в снаряженном состоянии активно подключена пассивная колонка этим трехцветным кабелем подано питание от внешнего адаптера подан сигнал аналоговым и по аналогу сейчас подключили мы видим выходы на сап которым мы еще вернемся юсби которому наверно не вернемся и оптический вход то слинки надпись что сделано германии послушаем послушаем как звучат эти колонки но перед этим давайте ознакомимся с работой входных управление многофункциональным регулятором этой системы подробно расписано в мануале я не буду уделять много значения покажу лишь что светом светодиодными индикаторами показано положение текущая при нажатии вы видите что мы регулируем например баланс мы регулируем звук перешел к этой колоночке баланс ту сторону звук перешел к этой колоночке соответственно баланс вернул на центр выбираю следующую регулировку хай то есть видимо высокие частоты добавил убавил вернул середину я послушаем с микрофон чиками как звучит эта система в традиционной для нашего канала манере 20 микрофона звуковую карту отдельный трек подкладываем его к видео и даем послушать некомпрессированный не пережатый не нормализованный звук а теперь друзья давайте послушаем как звучат эти колоночки в реальной обстановке моего офисного стола в офисной неподготовленной комнате вы видите микрофоны левый и правый которые находятся на расстоянии 25 сантиметров от каждой от своей колоночки микрофоны всенаправленные то есть он цепляет не только колонку но и в окружении здесь и но основной сигнал идет конечно от колонки непосредственно таким образом вы можете услышать наиболее реальный как за все эти колонки на рабочем месте я включу сейчас запись подложу потом это на наше видео а для начала покажу как звучит коричневый шум для установки уровня и теперь послушаем Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 отношения к этой акустической системе она неплоха она неплоха, такие маленькие колоночки сделать качественным звучание очень тяжело поэтому можно сказать, что проект удался инженерам и в аудио сегодня со мной участвовал в создании этого обзора еще один любитель Юрий и снимал это все на свою камеру Юрий, что вы можете сказать по поводу этих акустических систем как вам для стола? мне кажется, что в качестве настольной мультимедийной акустики они как раз и будут наиболее интересны почему? потому что они имеют компактные габариты при этом они имеют достаточно увесистый и полноценный звук особенно при подключении сабвуфера мне очень понравились вот эти вот мягкие упругие силиконовые подставочки благодаря которым колонки не скользят по поверхности рабочего стола ничего не дребезжит на столе не вибрирует не появляются никакие призвуки дополнительные от канцелярских приборов и техники находящейся на столе но также хочу отметить очень добротное исполнение корпусов когда берешь в руки чувствуется, что они сделаны на совесть они достаточно увесистые корпуса сделаны из какого-то достаточно толстого композитного материала который при простукивании никак не резонирует не дает никаких отзвуков ну в общем очень симпатичная система а еще мне понравилось, что у них обилие интерфейсов подключения мы вот не испытывали оптику и usb но я полагаю, что оно будет как минимум не хуже учитывая, что там усилители класса d и dsp то по цифре, наверное, звук будет идти по более короткому тракту и интереснее но в акустике такого форм-фактора это возможно и не будет играть первостепенную роль также еще я бы отметил ленточные твиттеры, которые, в отличие от купольников, все-таки славут нейтральным мониторным звуком и славно именно этим собственно и фирма, которая произвела эти колонки и в аудио, это тоже не мультимедийная контора а, скажем прямо, это серьезный производитель акустических систем мониторов для студии звукозаписи и профессиональной работы со звуком это и в аудио подключковалось это адамом все это прекрасно знаем люди, которые связаны со звуком и с уважением относимся, в частности, я к их продукции назовем это самыми маленькими колоночками от этих от этой, хотел сказать, конюшни от этой конструкторского бюро да, они действительно хороши единственная стоимость но с другой стороны и то, что они привносят человеку на стол оно, конечно, производит серьезное впечатление это не простенькие колоночки безусловно, это не компьютерные колонки это существенно более высокого класса на них можно делать, например, монтаж видео со звуком подобные работы также они незаменимы в случае помещения с малыми габаритами или с неподготовленного помещения где более басовитые акустические системы могут вызывать нежелательные резонансы при звуке какие-то стояки более легкий бас повыше такой хотя, и кстати, оформление пассивный радиатор тоже, на мой взгляд это и редкое, и довольно круто короче говоря, пятерочка пятерочка вам, господа изыв аудио спасибо за предоставленную возможность провести этот обзор и до следующих встреч следующих обзоров Субтитры создавал DimaTorzok